Как-то получилось все... Тебя шарахало там? Да, да. Кто-то пишет там, мы уже миллионеры, для меня это темный лес, вот это налоговый, я туда даже боюсь заходить. Как найти эксперта, это взять у него интервью. Дим, привет! Привет! Сегодня мы пообщаемся с нашим резидентом, который создал успешную онлайн-школу и заработал за 4 месяца 1,5 миллиона рублей. Все верно. Это онлайн-школа дикторов. Давай начнем с того, как у тебя сейчас устроены продажи. У меня сейчас постепенно включается уже автоворонка. То есть пока что это на живых вебинарах, да? Да. Мы сейчас вот последний месяц только включаем автовебинары. Пробуем пока не каждый день, через 2 дня, через 3 дня смотрим, как у нас заявки, сколько конверсий и так далее. Считаем это все. Подключили мы 2 человека в отдел продаж, прописали скрипты. Соответственно, работают уже вместе с нами. Я это с себя потихонечку сдвинул. А изначально ты прозвонил сам? Да, конечно. Я прозвонил. Но сначала я не прозвонил. Потом я понял, что без этого никуда. и начал звонить, работал над собой, делал тестовые звонки какие-то. Ну, я думаю, это мало кому неприятно, так сказать, но хочется это делать. Ну да, да. А сколько оборот месяц, например, началось? Сейчас месяц примерно, вот я думаю, в ноябре мы сделаем порядка 500-600 тысяч. А в октябре сколько было? В октябре было 540. А, 540. То есть более-менее так стогнирует? Да. Ну, стремимся, конечно, к миллиону и дальше. Так, 2 продавца, кто еще в команде? 2 продавца, таргетолог, СММщик по группам ВКонтакте, Фейсбуке, помощник технический обязательно. Ну, эксперт, соответственно. 2 эксперта, 2 куратора. По-моему, никого не забыл. Супер. Ну, такая уже команда, в принципе, готовая к тому, чтобы дальше штурмовать первый миллион в месяц. Да, да. Чего желаю быстрее сделать. Какая точка А, то есть с чего ты начинал, там, как ты пришел вообще? Ну, расскажи, как проходило обучение в Excel. Начинал я еще с детства этим заниматься, я начал озвучивать. То есть ты сам диктор, да? Я не диктор, я работаю в сфере озвучания и дубляжа. Тут немножко разные, не ниши, а разные направления. Дикторы и актеры озвучания и дубляжа. Мы постарались это соединить и сделать из этого профессию и дать нашим студентам возможность зарабатывать собственным голосом и монетизировать его. Прикольно. Начал я учиться этому всему еще в детстве. Я закончил детский музыкальный театр. И мне стало интересно вообще дальше двигаться по этому направлению. Меня мама отвела там на какие-то курсы по озвучанию очные, когда я приходил в студию, озвучивал там кусочки из Яралаша, понимал как попадать в губы, как сделать картинку синхронной, работал над подачей, над интонацией и так далее. Потом пошло-поехало, меня стали звать на маленькие ролюшки, потом на побольше, побольше. И сейчас у меня достаточно большой список озвученных мной работ. И есть и главные, есть сериалы, мультики, рекламы и так далее. Как ты решил с онлайн-школы делать? Почему вообще? Ой, это как-то получилось все внезапно. То есть ты в аксель пришел уже с ниши или без ниши? Нет, я пришел без ниши, я вообще не думал, что я думал. А ты думал быть продюсером, экспертером, что я вообще не думал? Вообще не думал. Я как-то смотрел YouTube, наткнулся на ваше интервью, по-моему, с Женей Гаврилиным. Вы еще там в Сочи или где-то сидели. И меня заинтересовала вообще эта ниша. Я попытался сначала сам в ней разобраться. Я почитал ваши материалы, которые вы предоставляете как лид-магнит. Я попытался как-то разобраться в этих пазлах, что вы сделали, но было тяжко. То есть ты интересовался именно самой нишей онлайн-школы? Точнее индустрией. Я пока не знал, какую себе нишу взять. У меня еще мама учитель английского. И со спортом я связан. То есть из чего ты выбирал, получается? У меня был первый проект онлайн-школы плавания. Ну, на открытой воде. Подготовка к айронменам там. А, то есть ты сначала ее начал делать? Да, я ее начал делать, но потом мы ее свернули потихонечку. Английского была у меня ниша, но потом я как более-менее разобрался. То есть это была твоя не первая попытка, да? Получается дикторская? Не первая. Вторая. Какая? Вторая. После школы по плаванию потом перешел. А английского ты говорил? Не помню. Английского это было у меня в мыслях. А, в мыслях. То есть это как бы не начатое дичь? Да. У меня мама просто учитель и бабушка учитель. Ага. Но я так пока планировал. Ну и собственно пришел к вам на трансляцию, посмотрел ее, сидел я 4 часа и я с вами. Ты выбирал там нишу, пробовал с одним экспертом, с другим. Сколько времени прошло до момента, когда ты начал дикторскую школу делать? С 1 августа мы уже запустились. А, запустились. А когда ты начал делать именно дикторскую? В июле, в середине июля. В середине июля. Да. То есть до этого ты как-то шарахал, туда-туда-туда, там, другую нишу. Да. Окей. И сколько времени понадобилось с момента старта в середине июля, там, окей, в августе? То есть в середину июля все-таки такой, ты начал ее делать, в августе стартовал. И сколько понадобилось времени, чтобы до денег дойти? Один вебинар 15. Сколько времени? Две недели у меня получилось до первого вебинара. И мы без курса. Две недели с августа, да? Да. То есть ну давай просто зафиксируем этот интерес. В середине июля ты фактически начал эту нишу. Да. Имея, там, определенный, какой-то небольшой опыт, там, разных проб и ошибок. И дальше, примерно в конце августа можно ли сказать, что прошел первый вебинар, были первые деньги? Даже раньше. В середине августа мы уже заработали первые деньги. Ну, примерно месяц прошел. Сколько, примерно, заработали? Порядка 100-150 тысяч у нас вышли. То есть 100-150 тысяч, можно ли сказать, что это где-то в пределах, там, двух месяцев? Ну, там, полутора месяцев. Да. Если мы берем нишу в целом, то, конечно, стартовать, там, за полтора месяца возможно. Но пока ты найдешь, скорее говоря, свою нишу, в которой ты потом вылетишь, как ракета, ну, конечно, надо немножко, там, попытаться попробовать, там, ну, в принципе, потолкаться. Это абсолютно нормальная ситуация. Ну, естественно, уходит время на эксперта, на переговоры, на выстраивание структуры. Экспертом в итоге кто стал? Экспертом стал чисто случайно мой теперь уже друг-товарищ Сергей Стрицов. Это федеральный диктор «Голос Муз ТВ». Я уверен, вы его… Как происходило вот это интересно? То есть, ты, получается, запустил там первую нишу, а ты в ней как-то обжегся, да, там, не получилось. И ты вот… как тебе удалось не впасть в уныние, что, типа, вот, там, тяжело? И насколько тебе было сложно вот именно это пережить? Ну, естественно, мне помогла группа. Группа, товарищи, резиденты, с которыми мы общались постоянно, писали, у кого что получается, у кого не получается. Кто-то пишет там, мы уже миллионеры, кто-то пишет, ничего не получается, давайте друг друга поддерживать. Не скажу, что это было очень тяжело перестроиться, так как у меня достаточно много направлений, я такой человек, что могу хвататься достаточно много где. И я коммуникабельный, могу найти хорошего эксперта, договориться, сказать ему про выгоду, про дальнейшее сотрудничество, что это пассивный доход и так далее. Сложно я это не переживал, и получилось чисто случайно, что я брал интервью у Сергея, у моего эксперта, для своего канала. У меня канал тоже посвящен озвучанию и дикторскому мастерству. И я у него брал интервью, у меня не было в мыслях еще с ним сотрудничать, и после интервью меня озарило. Я говорю, Сергей, а вы проводите вообще в офлайне занятия у микрофона? Он говорит, да, провожу иногда, там один-два человека у меня там. Я говорю, а почему один-два, давайте мы с вами вот так-то запакуемся, сделаем поточную систему обучения студентов, кураторов. Он такой, ну да-да-да, давай. Как найти эксперта, это взять у него интервью. Супер, это супер. Причем, если потом договориться, например, с каким-нибудь потенциальным партнером, у кого-то это интервью, может быть, разместишь, как просто контент для его базы, например, ну и от лица этого бренда же можно взять интервью, ну мы так делали, например, раньше, то это получается очень легко практически с кем угодно договориться, если ты обещаешь, что там будет тысяч 10-20 просмотров, например, просто за счет базы партнера. Я познакомился с его творчеством, с его работой, как он видит это, как я это вижу, и мы образовали такой совместный проект. Вот касаемо там, да, вот почему я спросил между первым запуском и вторым, да, вот то, что ты не упал в уныние, это просто такая частая довольно ситуация у ребят. Вот самая большая сложность – это то, что ты вот делаешь, 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 потом вот есть такой первичный, что-то там не получилось, и очень человек легко вот так вот сгорает, выгорает, и тяжело потом восстанавливаться заново, да. Здесь, конечно, роль сообщества, она колоссальная. Безусловно, без сообщества не получилось, все, там, отложил на месяц, на два… Да, да, не мое подумал, там, еще что-то. Да, это обязательно сообщество, общение, энергия – это очень драйвит, и когда люди вместе развиваются, это круто. Какие у тебя еще были сложности вот по мере прохождения? По мере прохождения обучения? Ну, вот вообще по мере создания проекта. Ой, сложностей вначале было много, много. Во-первых, очень долго думал над структурой, как нам это все запаковать, чтобы дать и выгоду, и дать нашим студентам возможность заработать деньги, и ознакомиться с профессией, почувствовать себя у микрофона. Вторая сложность, конечно, проведение вебинаров. Для меня это уже было не впервой, в принципе, это так более-менее, ну, в продающей части, когда ты рассказываешь про продукты, тоже я над этим работал. Сложность была научить эксперта делать это, проводить вебинары, потому что у него много есть что рассказать, хороший контентный план у него есть. Сложно было до него донести, что вот есть структура, есть там определенные рамки, в которых мы должны проводить этот вебинар. Не просто там рассказать и сказать, все, до свидания. Курса у нас не было. Мы сначала на 80, на 90 тысяч мы провели вебинар. Ну, не людей, в смысле, собрали. Вот, и, соответственно, потом за две, за две с половиной недели мы все это структурировали, нагет-курс, оформили. Угу. Что тебе вот особенно запомнилось из прохождения обучения в Excel? То есть, что бы ты отметил, как вот такие? Ну, что тебе помогло? Помогло, во-первых, самое главное, это структура. То, как вы это подаете, то, как вы это рассказываете. Ну, не зря вы все это объясняете и на вебинаре. В конструкторе Лего это действительно так. То есть, все постепенно, пошагово, информация идет, то, как нужно делать. Наверное, моя ошибка в первом проекте была, что я очень быстро побежал вперед. То есть, я примерно понял, что делать. И решил сам такой, сейчас я все сделаю. И, ну, у меня не получилось. А потом постепенно я понял, что и это есть, и это есть, и это есть. Это добавил, это добавил, это добавил. И получилась общая картина. Кураторы. Отлично. И обратная связь, и проверка заданий. Все на высшем уровне. Ну, естественно, сообщество. Я думаю, это… Обращался ли ты к экспертам? Ты знаешь, да, что сейчас у нас появились эксперты практически на каждый шаг? Конечно. И к Денису Киселеву я обращался по ландам. И по вебинарам я три-четыре раза отправлял вебинар. Мне присылали обратную связь. По слайдам я удивился, кто это у вас так делает вообще. И кто этим занимается. По слайдам прописано там, здесь надо выше поднять, здесь пониже опустить, здесь закрывается буква. Ну, очень круто. И резюме по вебинарам. Ну, и сообщество, естественно, единомышленников. Мы до сих пор общаемся, мы до сих пор обмениваемся. И я скажу так, что мои помощники, те, кто мне помогает там с сайтами, с трафиком, с трафиком, это все люди из акселератора. Мне не нужно было куда-то там на Headhunter идти, еще куда-то. Мы все решаем в группе, какие-то проблемы и по налогам, какие-то юридические вопросы. Мы все задаем там, обмениваемся опытом. И кто кому где может помочь, всегда помогает. И на бесплатной основе, и на платной. Ну, на платной это уже для дальнейшего сотрудничества, а бесплатной там мы и консультируем друг друга. Я несколько раз в скайпе встречался с ребятами там, которые лучше разбираются в какой-то тематике, чем я. Я что-то подсказывал, они что-то подсказывали. Все-таки ниша профессии, вот у нас, я вот что заметил среди резидентов, ну, очень высокий success rate тех, кто запускает нишу профессии. То есть даже дикторство, оно могло бы быть там без, там, учета там таких профессиональных навыков, там, трудоустройства, заработка и так далее, а могло бы быть с. И с идет лучше. То есть вот обычно так, и очень хорошо они работают, на трафике хорошо окупаются и так далее. И второе, это, конечно, что, ну, вот первые там один, два, три проекта, это абсолютно нормально, что они пристрелочные. Это вот, ну, это очень много у кого, что ты запускаешься, и первые там попытки, важно просто делать, ну, как можно быстрее сделать. Там туда, 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 туда зашел, все там, что-то сделал, опыт получил, и вот этот опыт из него вытаскиваешь, вот это вот, ну, ценные такие некие знания запуска. Их вот помещаешь в свою голову и делаешь второй запуск, уже зная, понимая там, что куда, как применять, и уже там запускаешься нормально. Вот это, ну, это важно держать в голове, что это нормально там, что первый, там, может, второй, то и третий раз может не получиться, но зато потом ты стреляешь очень быстро, да, по сути месяц до денег, это, ну, это классно. Сколько в итоге, вот, интересно, именно первый запуск, то есть сколько ты вложил денег, сколько ты денег заработал, то есть сколько расходов, сколько доходов был, именно вот первый вебинар. Первые два месяца расход был нулевым, но только на две страницы. Нет, а откуда пришли, ну, люди на вебинар? Ютуб-канал мой, Ютуб-канал моего Эксперта. А, Ютуб-канал Эксперта. Да, Инстаграм, ВКонтакте. То есть ты пошел по методу, как раз, который вот идет монетизация базы Эксперта, да, по сути? Ну, это классно, это, на самом деле, действительно, самый простой метод, потому что не нужны какие-то первоначальные инвестиции, да, вот есть аудитория. Окей, первые два месяца ты там разгребал ту базу, которая есть, а дальше потом вы врубали трафик? Естественно, мы врубали трафик, мы старались это делать достаточно постепенно и, ну, сразу никому не советую вкидывать там 50, 100, 200 тысяч и потом ждать суперпродаж. У нас очень-очень-очень все нужно осторожно, пошагово смотреть, как реагирует аудитория, потому что мы заметили, что когда мы включили платный трафик, то люди еще не до конца понимали, чего мы вообще предлагаем. И, исходя из этого, мы начинали потихонечку корректировать и для людей новых. Люди с наших каналов, они более-менее нас знают, они понимают, чем мы занимаемся, и они активнее покупали, ну, лояльнее аудитория. Сейчас мы очень аккуратно с этим обращаемся. Примерно в первый раз мы потратили, ну, около, там, 20 тысяч рублей именно платный трафик. Это был Facebook, это был Instagram, Stories буквально немножко. И вытащили мы тогда около 400 тысяч, 350-400 тысяч. Это именно ты прям проверял, это именно с платного трафика было, да? Это было, нет, это было всего. С платного трафика там отдельно я не считал. Ну, это, ну, мы продолжаем рекламировать наши трансляции на наших источниках, их развиваем. И какие дальнейшие планы у вас? Дальнейшие планы – это встроить систему рекуррентных платежей. У нас есть сообщество, где наш менеджер и администратор сбрасывает вакансии нашим выпускникам. Закрытое сообщество, платное. Мы берем небольшую фиксированную оплату и каждый месяц мы продлеваем наших студентов в этой группе. Оттуда они уже берут работу, зарабатывают. Следующий этап – это подключение новых-новых экспертов, профессионалов. И для ознакомления наших студентов с этой профессией еще глубже. Я сейчас хочу подключить тему ораторского мастерства, чтобы и увеличивать платежеспособность наших клиентов. Точнее, не увеличивать, а нацеливаться на более платежеспособную аудиторию. Ну и, соответственно, масштабирование, автоматизация. Без этого никак. Ну, я бы тебе порекомендовал, да, вот, систематизацию. И, на самом деле, чем прикольно, вот, когда уже делаешь такой оборот, как, например, 500 тысяч, да, то есть. С одной стороны, это, ну, достаточно небольшой оборот, но, с другой стороны, он достаточный для того, чтобы добавить несколько систематизационных таких фишек. И, там, полтора-три миллиона, они достаточно легко порастреливаются, когда уже есть такая вот базовая система, и системно делаешь, ну, хотя бы 500, ну, 300-500 делаешь. Дальше стрелять достаточно легко. Как ты нанимал кураторов, как ты нанимал продавцов? Один мой знакомый куратор, так как я сам варюсь в этой нише. Второй куратор у нас работает на радиокультуре с дикторами в очной форме. Тоже я с ней созвонился, мы с ней встретились, обговорили условия. Ну, соответственно, она сказала, я обожаю свою работу и буду рада, если я буду еще, там, дополнительно 2-3 часа уделять и в онлайне отвечать на вопросы, и отвечать на домашние задания студентов. С этим проблем не было. С отделом продаж немножко посложнее было. Достаточно долго я сам этим всем занимался. Потом пришел на свое бывшее место работы. Точнее, не пришел, а связался с теми людьми, с которыми я работал. И предложил им тоже в качестве подработки поработать со мной. С ним встретился, объяснил условия, скрипты, там, описал проект. Project manager ты не внимал, да? Пока нет. Пока есть вот технический помощник, которым мы... Его ты где нашел? Мне прислали заявки, я созванивался, смотрел, давал тестовые задания именно под гет-курсу. Что они могут, что они умеют. Был ли у тебя опыт бизнеса до этого? Был, да. Я возил... Точнее, я сдавал в аренду фотокабинки. То есть на свадьбы, на корпоративы, на мероприятия я сдавал в аренду, привозил, там, оформлял. Ладно, что бы ты мог пожелать будущим резидентам, акселераторам, как человек, который уже отвоевал свое, вытащил свой результат, ну, что бы ты хотел пожелать ему? Первое. Я бы хотел не пожелать, я бы хотел настоятельно порекомендовать сжигать мосты, что вы не раз говорите. Потому что это действительно очень сильно помогает, когда ты оформляешь ЭП, на тебя брушиваются там налоги, в пенсионный фонд, еще куда-то. Обязательно сжигайте мосты, не думайте, что вы сейчас тут прыгнете, потом выпрыгнете, все, сразу уйдите и с головой занимайтесь. Второе. Это, естественно, не огорчаться и не переживать по поводу каких-то неудач в первых проектах, во вторых проектах. Это в этом ничего страшного нет, без этого никак невозможно построить какой-то успешный проект, пока ты сам там не окажешься, и тебя не ужалят, не ударят и скажут, что так делать нельзя. Очень сложно, это большая редкость, но, может, ты подтвердишь, что с первого раза выстреливает. Поэтому ни в коем случае не идти назад. И третье. Это, естественно, слушать старших, слушать тех людей, которые уже построили ни один, ни две, ни три школы многомиллионные, и идти за ними, слушать их рекомендации, общаться сообществом, и у вас все получится. Что ты думаешь про качество уроков, про подачу материала, насколько легко было учиться? Во-первых, очень большой объем. То есть, ну, это не в минус идет, это только в плюс. То есть, каждый аспект обрисован, и достаточно очень все четко обговариваете, вплоть до юридических моментов. Вообще не ожидал увидеть там и акведы всякие. Вот для меня это темный лес, вот эта налоговая, я туда даже боюсь заходить, вот эту налоговую. Вот. А когда у тебя есть ту-ту-ту-ту-ту, ты берешь все эти документы, идешь, сдаешь. Это круто. Так как объем большой, приходилось это все структурировать и группировать на какие-то небольшие. Я не мог сразу весь объем просмотреть, я где-то даже отставал. Но главное, все это обязательно успеть просмотреть и все выполнить. Не прокатить так, что посмотрел, обязательно забудешь. Обязательно нужно выполнять домашние задания. Качество материала на высшем уровне, из разных мест вы это все преподносите. И разные эксперты, и мастер-майнд-сессии с миллионерами, с которыми ты можешь встретиться вживую, задать ему вопрос. Это, я считаю, огромное преимущество. Когда вы можете охватить такое большое количество профессионалов своего дела и передать этот опыт своим студентам. Что ты можешь сказать про кураторов, как они там подавали материал, про их какой-то бэкграунд, их экспертность и про экспертов тоже? Про кураторов, особенно про тех людей, которые делали отчет и проверку вебинаров, и отчет по презентации. Отдельно хочу сказать за это спасибо, потому что это действительно каждый элемент прописан в отдельной строчке, там на пять листов, какие у тебя ошибки, какие плюсы, какие минусы, чего добавить, чего убавить. Тоже это для меня темный лес, эти презентации делать по слайдам. Но посмотрев уроки и сделав тестовый вариант, отправив это все на проверку, уже складывается структурность, структура этого всего. И ты понимаешь, на что ты можешь здесь надавить, где ты можешь с аудиторией правильно проконтактировать, как ты можешь правильно предложить свой продукт, как ты можешь избавиться от волнения. Вот Катя Иноземцева, прекрасно у нее есть блог про ведение вебинаров. Тоже очень четко, очень структурно написано, как не волноваться, какие факапы бывают, что-то не включилось, еще что-то, что не стоит переживать, все бывает и так далее. Это очень сильно помогает, в плане даже психологического. Окей, Дим, спасибо большое. Я думаю, очень интересно и было очень полезно нашим резидентам. Желаю тебе удачи, желаю пробить первый миллион и там и десятка не загорали. Не загорали. Спасибо.